В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Жареное солнце больших городов. Как самарцы спасаются от погодных аномалий горячего августа. До зеркальной глади в Самаре полным ходом идет ремонт внутриквартальных проездов. Чтобы проголосовать смогли все, в территориальных избирательных комиссиях начата выдача открепительных удостоверений. Николай Меркушкин принял участие в совещании под председательством первого заместителя, руководителя администрации президента России Вячеслава Володина. На встрече, состоявшейся накануне, главной темой стала реализация указов глав государства Владимира Путина. Особое внимание было уделено федеральной программе по строительству новых школ. В частности, обсуждалась сдача общеобразовательных учреждений, строящихся по этой программе, к 1 сентября. Также на совещании рассмотрели вопросы подготовки к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в регионах участников совещания. В сегодняшний рабочий день губернатор Самарской области Николай Меркушкин пройдет в Пестравском районе. Подробности поездки главы региона мы расскажем в наших следующих выпусках. В Самаре установилась почти тропическая жара. Среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов. Такая аномалия связана с тем, что на Среднюю Волгу продолжает поступать жаркий средиземноморский воздух. Это повышает температурный фон и создает условия для образования кучево-дождевой облачности. Местами по области идут ливни с сильными грозами. Одну из них над Самарой сфотографировала горожанка Елена Коломенова. На фото кажется, что молния бьет прямо в дом. Из-за аномальной жары температура в Волге поднялась на 2 градуса выше многолетних значений и составила 23 градуса. Теплее вода в этот день была только в 1998 и 2010 годах. По прогнозам синоптиков, жаркая погода ожидается как минимум в ближайшие несколько дней. В дневные часы столбик термометра поднимется до отметки 34 градуса. Мы поинтересовались у самарцев, как они справляются с жарой. Надо больше пить воды, мороженое, мороженое кушать, купаться на Волге. Сейчас там вода замечательная. На море ехать мы были, на море классно вообще. Там жары вообще не чувствуется. В теньке, наверное, прятаться, дома можно сидеть. Надо больше пить воды, побольше находиться в теньке, принимать холодный душ. Мне кажется, только душ часто принимать. Водичку с собой носить, одеваться в светлую одежду. Ну, и, наверное, есть легкую пищу, не переедать. Кроме того, врачи советуют не забывать про головные уборы. При возможности не заниматься в жаркую погоду, работая с большой физической нагрузкой пожилым людям и маленьким детям, а также тем, кто страдает гипертоническими заболеваниями, врачи рекомендуют на улицу в жару не выходить вообще. Автомобилистам тоже следует соблюдать осторожность, так как в разогретом салоне водители быстрее утомляются, их бдительность притупляется, возрастает опасность возникновения ДТП. Пора подумать о будущем. Если в единый день голосования не будет, возможности прийти на свой избирательный участок, сделать свой выбор можно в любом другом. Для этого можно взять открепительное удостоверение уже сейчас. Как это сделать и где, расскажет Марина Матвейшина. В Самарской области началась выдача открепительных удостоверений в территориальных избирательных комиссиях. Продлится она до 6 сентября включительно, а с 7 по 17 сентября эти удостоверения можно будет получить на своем избирательном участке. Проголосовать я не могу по причине того, что я уезжаю в отпуск в другой регион, поэтому решил выполнить свой долг заранее. Я должна поучаствовать в таком важном событии нашей страны, нашего региона. Напомним, что в этом году институт досрочного голосования отменен, и поэтому если в день голосования человек не сможет прибыть на свой избирательный участок, он может воспользоваться открепительным удостоверением. Занимает это не более 5 минут. Избиратель должен прийти с паспортом, указать причину, по которой он не может проголосовать в день голосования у себя на участке. Мера очень удобная, законодательством предусмотрена такая гарантия, избирателями очень востребовано это. Причем причина должна быть серьезной, потому что всего их напечатано 45 тысяч штук, это ограниченное количество на всю область. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. Хороший ровный асфальт не только на основных магистралях, но и во дворах. В Самаре идет ремонт внутриквартальных проездов. По муниципальному контракту подрядчики отвечают за проделанную работу в течение пяти лет. Пряна Мирная побывала на нескольких адресах. Работы на улице Больничной начались только в среду. Срезали старый разрушенный слой асфальта и занялись укладкой нового. Внутриквартальные проезды в Самаре активно ремонтируются. Больше 60 дворовых территорий будут проведены в порядок до конца октября. В рамках ремонта внутриквартальных территорий по данному адресу производится ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 сантиметров с заменой бортового камня дорожного. В этом дворе на Новосадовой работы уже закончены. Теперь уютный дворик может похвастаться современной детской площадкой, благоустроенной территорией, ровным асфальтом и освещением. Жители с содроганием вспоминают, что здесь было раньше. Было ужасно. Во-первых, было темно. Даже к подъезду было страшно подойти, того глядеть, а кто-нибудь встретит и по башке тюкнет. А сейчас очень светло, даже не страшно. Вот в 11 часов выйдешь и красота светло, чистое. Все работы ведутся в рамках муниципального контракта и подрядчик дает гарантию 5 лет. В случае разрушения покрытия в течение этого времени он будет устранять недочеты за свой счет. Мариана Мирная, Артем Сулайманов. События. А теперь коротко о других темах дня. Две улицы в Самаре станут односторонними. Изменится схема движения на Нововокзале на участке от Московского шоссе до Новосадовой в направлении к Волге. В обратную сторону направят поток машин на улице Аменева от Новосадовой до Московского шоссе. Изменения вводятся из-за перекрытия участка Московского шоссе от Губанова до проспекта Кирова. Там начинается строительство тоннеля. Изменение схемы движения должно разгрузить транспортные потоки в условиях масштабной реконструкции на одной из главных городских дорог. Аменева и Нововокзальная станут односторонними с 8 августа. Штраф за отказ пропустить пешехода предлагают увеличить в три раза. Сейчас он составляет полторы тысячи рублей. Но депутаты считают его несоизмеримым с травмами при ДТП. Более трети всех аварий на дорогах происходят с участием пешеходов. Причем половину из них сбивают прямо на переходах. Предложения об изменении закона направлены в Государственную Думу. Только четверть автомобилистов Самары ставит машины на платные парковки. Большинство предпочитает оставлять свои автомобили на ночь у дома. Социологи объясняют это несколькими причинами. Машин становится больше с каждым годом. В новых домах создаются большие паркинги для жильцов и чаще всего охраняемые. Услугами платных парковок рядом с домом самарцы пользуются неохотно. Предпочитают придомовую территорию. Еще четверть автомобилистов ставит машины в собственные гаражи. В следующем году дипломные работы выпускников вузов будут выкладывать в интернет. Сейчас идет разработка программы, по которой будет опубликована работа и организованы к ней правила доступа. Важно защитить авторские права студентов на интеллектуальную собственность. Кроме того, после публикации все дипломные работы будут проверяться на плагиат. Организаторы считают, что это позволит выявить недобросовестных студентов и проверить работу в их вузе. Фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта пройдет в Самарской области. В программе показ авиационный и военный техник, выставка технического творчества, показательные выступления спортсменов и кинологов, мастер-класс по стрельбе и вождению автомобиля. Также будут показательные выступления в воздухе от парашютистов, дельтапланеристов и авиационных спасателей. Фестиваль пройдет на аэродроме Бобровка. Полезным может быть даже мусор, если его правильно выбрасывать. Жительница Самары Светлана Аверина создала карту, на которой указаны пункты приема вторичного сырья. Всего в городе около 600 мест, куда можно отдельно выбросить бутылки, бумагу, стекло. Разрабатывать карту Светлана начала полгода назад. Говорит, если жители будут знать, как правильно выбрасывать мусор, в городе будет меньше свалок. Данные девушка собирала у представителей компаний-перевозчиков, всех обзванивала, уточняла адреса, ставила отметки на карте. К каждому пункту подробное описание, какой мусор и как можно сдать. Карта доступна на сайте Департамента городского хозяйства и экологии. Есть какие-то материалы, из которых можно сделать что-то полезное, а можно их просто выбросить. Лучше что-то сделать. Из бутылок потом делают или новые бутылки, или из них делают волокно, из которого, например, любят форму футболистам шить. Флиску можно из этого сделать. Потом из стеклянных бутылок, какие-то из них, которые целые, моются, отправляются обратно на производство, а какие-то бьются, из них изготавливается стекловата. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. На любую экскурсию прямо с самолета в аэропорту Курумыч презентовали новую электронную систему бронирования. Тысячи цветов, кустарников и деревьев в Самаре началось благоустройство Южного шоссе. Не до отпусков. В Самаре прошло заседание городской думы. Подробности в наших следующих выпусках. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова